В Украине начали производство уникальных протезов. Коленные узлы для всей степени мобильности сегодня презентовали в Одессе. Тестировал продукт бывший участник АТО, который лишился правой ноги во время войны на Донбассе. Чем отличаются украинские протезы от зарубежных аналогов и в чем их преимущество, расскажет наша Яна Нестеренко. Вы говорите, вам гораздо удобнее свидеться с этим протезом. Подскажите и покажите. Ну, удобнее почему? Потому что, когда я покажу сейчас, как сидишь, он все притормаживает. Что не сразу резко. Когда ты надавливаешь свое массовое тело, оно притормаживает, чтобы ты быстро не упал просто на себя и не перевернулся. И когда вставать, он откидает, поднимает, ну, как Донкрат, можно сказать, приподнимает. И мне удобнее. Удобнее, потому что у Виктора полностью не работает правое бедро. А благодаря этому протезу он чувствует себя увереннее и может свободно передвигаться. Молодой человек потерял ногу еще в 2015 году, когда служил в АТО. После 27 операций конечность пришлось ампутировать. На нем удобно гулять в боулинг и танцевать. Я уже на нем танцую, передвигаюсь в метро, веду очень активный образ жизни. Некоторые просто сейчас, когда видят меня и не знают, что у меня протезы, все говорят, а где же вы, скажете, человек с инвалидностью, который на вашем протезе ходит? Я говорю, вообще-то, как? Практически все комплектующие таких протезов делают в Украине. Они значительно уступают по цене зарубежным аналогам, при этом более мобильны и имеют ряд преимуществ. Например, украинский продукт легче дорогостоящего британского протеза практически в два раза. А сама разработка нового узла позволяет государству закупать протезы высокого класса практически для всех нуждающихся. Украинцы сами не верят, что можно в Украине делать классные вещи. Вот, все. Это последняя преграда. Есть каркас, на котором ходит ампутант. И практически все, кроме стоп, мы уже сами делаем. Виктор Кардаш стал первым, на ком был опробован украинский протез. Он отказался от британского аналога в пользу нашего, отечественного. И уже совсем скоро сам будет изготавливать новые аппараты для людей с различными видами инвалидности. Хочу научиться ставить протезы рук, не только нижних кинцов, чтобы помогать бойцам, и не только бойцам, и люди, которые не только потеряли на войне, или какие-то болезни. Также люди, чтобы их удосконалить, чтобы они не просто надели протез и просто передвинули, чтобы они надели и пошли. Также изготовление таких протезов поможет стимулировать собственного производителя. Ведь, по мнению иностранных экспертов, украинский продукт ничем не хуже зарубежного.